Музей имени Мартьянова продолжает проект история уездного города М. Вас ждет знакомство с ключевыми объектами культурного наследия Минусинска, зданиями, которые хранят память о наших выдающихся земляках, о событиях и эпохах, определявших судьбу города. 18 выпуск, в отличие от всех предыдущих, будет посвящен не зданию, не старинной фамилии, а государственному институту, который издавна занимает видное место в системе человеческих взаимоотношений. Речь пойдет о преступлении и наказании, о влиянии Фемиды на жизнь сибиряков и об истории Минусинской прокуратуры. Днем рождения Российской прокуратуры считается 12 января 1722 года. Соответствующий указ был подписан императором Петром I. Перед ведомством была поставлена задача уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. Надзор за производством дел на местах осуществляли губернские, уездные прокуроры и окружные стряпчие. В 1863 году пост Минусинского окружного стряпчего занимал калежский асессор Игнатий Григорьевич Цецоха. Око Государево должно было внимательно и беспристрастно следить за соблюдением законности в решениях органов государственной власти, в том числе судов. Прокурор мог сообщить о злоупотреблении и беспорядке как губернскому начальству, так и министру юстиции. Уголовным преследованием прокуратура стала заниматься после судебной реформы 1864 года. В губерниях учреждались прокурорские камеры, и губернский прокурор теперь находился при окружных судах. Обязанности прокурора были очень разнообразны. Это контроль над органами следствия и дознания, выдача заключений по гражданским делам, обязанность присутствовать при исполнении смертной казни и многое другое. Даже следить за соблюдением мер против эпидемий и участвовать во свидетельствовании лиц с умственными расстройствами тоже приходилось прокурору. Естественно, с таким количеством дел прокурор не мог справиться в одиночку. Ему помогали так называемые товарищи. В конце 19 века государством в лице прокуратуры контролировались воинская повинность, питейные дела, тюремные попечительские общества, советы городовых больниц. Работа в Минусинском округе отличалась своей спецификой. Прежде всего, сама территория была огромной. Она включала в себя современную Хакасию и Усинский пограничный округ. Следить за ходом следствия часто приходилось дистанционно, по переписке. От этого процесс, естественно, быстрее не становился. Известен случай, когда дело о беспатентной торговле вином в Шушенской волости длилось 9 лет. Пока шли разбирательства, и фигуранты, и свидетели успели исчезнуть в неизвестном направлении. Дело закрыли. Объем работы для прокурора и следствия был огромным. Только в 1890 году в Енисейской губернии были осуждены 1700 человек. Самые распространенные преступления – кражи, грабежи, разбои, смертоубийства, нанесения увечья, ран и других повреждений здоровью. Преступления против чести и целомудрия женщин. С 1897 года губернский прокурор официально стал именоваться прокурором Красноярского окружного суда. В 1913 году Минусинский уезд был поделен на два прокурорских участка. Их возглавили титулярный советник Владимир Потерухин и коллежский асессор Николай Вильнев. Через два года его сменил на должности Владимир Чернявский. Число ведомств, обществ и учреждений, деятельность которых попадала под надзор Государева Ока, росла до самого 1917 года. А после революции новая власть упразднила институты судебных следователей и прокурорского надзора. В мае 1922 года в составе Народного комиссариата юстиции была образована Государственная прокуратура. Она осуществляла надзор за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных организаций и частных лиц. В Минусинском уезде прокуратура была образована в августе 1922 года. Возглавил ее Вениамин Георгиевич Солдатов. Обстановка была сложной. Это время становления новой власти, когда прежние традиции и устои ломались, а новые с трудом вписывались в жизнь местного населения. В этих условиях преступность в городе-уезде приняла широкий размах. Хищение, кражи, конократство, самогоноварение, бандитизм, должностные преступления были самыми распространенными формами нарушения закона. 1920-30-е годы для Минусинской прокуратуры были временем становления частого переустройства. Менялись не только кадры. Были пересмотрены границы и число следственных участков. Нагрузка на сотрудников была неимоверно большой. Из отчетных документов известно, что за год один следователь мог закончить более 500 следственных дел. Отражались на работе Минусинской прокуратуры общественные и политические явления, которые захлестнули всю страну. Прокуроры боролись с перегибами при раскулачивании. Так, за сознательное окулачивание середняков, грубые административные нажимы мародерства при выселении кулаков, прокуратурой по округу было возбуждено 38 уголовных дел. Впрочем, порой прокуроры настаивали и на ужесточении наказания для противников советской власти и коллективизации. В самом ведомстве регулярно проводились ротации и чистки. В этот период руководители меняются почти каждый год. В приоритете – борьба с контрреволюционной деятельностью и чуждыми элементами в новом социалистическом обществе. В предвоенный период особую актуальность приобрела борьба за качество продукции предприятий и трудовую дисциплину. Повсеместно преследуются вредители. Требования военного времени отразились в первую очередь на характере проверок и сроках. Важно было проконтролировать мобилизацию транспорта, ход хлебоуборочных компаний, сдачу хлеба, искать дезертиров. Многие дела этого времени касаются хищения зерна. Разъезды сотрудники прокуратуры осуществляли на лошадях и на велосипеде. А первый автомобиль у них появился только в 1964 году. В штаб взяли шофера, который ездил на «Москвиче». Постепенно мирная жизнь набирала обороты. Работа прокуратуры принимала постоянный систематический характер. Главная функция ведомства оставался и остается до сих пор надзор за соблюдением законов и прав человека. К сожалению, формат проекта не позволяет охватить все детали истории этого важного ведомства, перечислить имена руководителей и сотрудников, рассказать обо всех громких фактах и цифрах. Эти материалы собраны в книге, которая так и называется «История Минусинской прокуратуры». Найти ее может любой желающий на сайте музея имени Мартьянова. Это очень интересное издание. Рекомендуем. Однако, опираясь на формат проекта, мы не могли обойти стороной одной из зданий, которую минусинцы до сих пор именуют бывшей прокуратурой. Это дом Борисовых на Октябрьской, 1967. Дом был построен в 1896 году. После смерти купца Ивана Николаевича Борисова, его вдова Мария Панкратьевна открыла здесь магазин. Позже здание принадлежало Минусинскому обществу взаимного кредита. После революции здесь размещался Минусинский окружной кооперативно-промысловый союз охотников и органы прокуратуры. Памятник архитектуры является украшением деловой части исторического Минусинска. Надеемся, в скором времени его восстановят в первозданном виде. Сегодня Минусинская прокуратура находится в другом здании. Оно расположено на улице Октябрьская, 41. Переезд из дома Борисовых состоялся в 2011. С 2017 года возглавляет коллектив настоящих профессионалов в сфере юстиции межрайонный прокурор Евгений Викторович Дерменев. В следующих выпусках проекта «История уездного города М» мы продолжим знакомство с архитектурным наследием Минусинска. Ждем вас в музее имени Мартьянова. Изучайте историю родного края вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова